Исполнявший обязанности главного тренера Луча Энергии Александр Ушахин покинул команду и продолжил свою трудовую деятельность в СКА Хабаровск. Он отправился в Хабаровск накануне, где подписал свой контракт с новым клубом. Мой контракт с клубом закончился 31 мая и необходимо было определяться с будущим. Предложений по работе от Луча Энергии пока не поступало, и я принял решение ехать в Хабаровск. Нынешний наставник СКА Хабаровск Алексей Поддубский звал меня неоднократно, еще до стыковых матчей своей команды. Завтра уезжаю, а по приезду сразу приступаю к работе в должности старшего тренера. Желаю Лучу Энергии, всего самого наилучшего, а футбол это жизнь и есть возможность у меня поработать в команде премьер лиги. Я очень надеюсь, что руководство клуба и болельщики меня правильно понимают. Остается добавить, что Ушахин уже работал в должности старшего тренера клуба из Хабаровска в сезоне 2012-2013 годов. Напомним, что в предстоящем сезоне хабаровчане впервые в своей истории сыграют в премьер лиге. 63 любительские команды из Владивостока Уссурийска находки Большого Камня Артема и Сахалинской области в субботу 3 июня сразили за награду традиционного регионального кубка по стритболу, сообщает ВЛРУ. Спортсмены боролись за победу на пяти профессиональных корток центра уличного баскетбола «Спартак». Главную награду соревнований завоевал именитый местный коллектив ПСРЗ. Этим массовым стартом приморские поклонники уличного баскетбола в формате 3 на 3 открыли новый полноценный сезон. Кубок края разыгрывался в девяти категориях. Больше всего зрителей в этот день интересовали игры мужских команд категории 18 лет и старше, где непосредственно разыгрывался сам кубок. После продолжительной борьбы его обладателями стали игроки именитого коллектива ПСРЗ, в составе которого на сей раз выступали Андрей Зверков, Степан Гетманов, Юрий Митюк и Александр Ниценко. Стоит отметить, что все участники этой возрастной группы получили путевки на региональный этап чемпионата России, победители которого отправятся на финал в Москву 26-28 июля. Единый день ГТО прошел во Владивостоке. Успешно выполнивших нормативы участников представят к награждению знаком отличия – бронзовым, серебряным или золотым соответственно. Все прошло накануне в стенах спорткомплекса «Олимпиец» и на стадионе «Динамо», где местные жители выявляли сильнейших в тестах на выносливость, силу, гибкость и скорость. Это бег на короткие и длинные дистанции, прыжок в длину с места, метание снаряда, рывок гири, а также отжимания и плавание на дистанцию 50 метров любым стилем. Перед участием все члены команд зарегистрировались на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного форума «Готов к труду и обороне». Победителям и призерам в личном первенстве среди мужчин и женщин во всех возрастных ступенях вручат медали и грамоты 9 июня на площадке Дальневосточного медиасаммита 2017. Олег Завьялов, Новости спорта на Восьмом.